Все ждали его вчера на аппаратном совещании, но он так и не появился. На сайте горсовета говорится, что он взял очередной отпуск без содержания. Есть много версий, почему Труханов не выходит на работу. Горсоветом Одессы и мэром города Геннадием Трухановым принимались различные коррупционные решения, заявила изданию «Гордон» одесская журналистка, руководительница Центра правового мониторинга «Гиднесть» Татьяна Герасимова, комментируя отсутствие Труханова на рабочем месте с 26 декабря прошлого года. Сейчас одновременно идет расследование нескольких уголовных дел. Там задействованы и НАБУ, и ГПУ. Прежде всего, расследование связано с продажей здания бывшего завода «Краен» за 185 миллионов гривен, которые он в свое время приобрел за 11 миллионов гривен. Это здание было арестовано в рамках досудебного расследования. На днях стало известно, что половину денег якобы хотят вернуть и уменьшить цену до 90 миллионов гривен. И подготовили решение о пересмотре суммы. А сегодня появилось сообщение, что суд снял арест с этого здания. То есть происходит самое неприятное, что только может быть. Какие-то закулисные переговоры, торги. Город полнится слухами. Люди в недоумении. Понятно, что все связано с различными коррупционными схемами нынешнего состава Горсовета и этого мэра. Отметила журналистка. Есть еще одно дело. О выделении Горсоветом денег на церкви Московского Патриарха. Там какие-то необъяснимые расходы бюджетных средств. Город нуждается в решении транспортных и социальных проблем. А мэр просто тратит налоги одесситов на храмы Московского Патриархата. Одессе банально нужен центр принятия решений. Руководитель. А сейчас, по сути, город находится в режиме выживания. Недавно отменили сессию, которой должен были принимать бюджет развития города. По слухам, Труханов в городе нет. То говорят, он находится в Греции, то в Киеве, то его видели на форуме в Давосе. Официальных комментариев от мэрии по поводу местонахождения Труханова нет. Получается, за спинами одесситов происходят какие-то торги. Это очень дурно пахнет. Подчеркнула Герасимова. 26 декабря 2017 года мэр ушел в 22-дневный отпуск. 18 января он продлил его на 3 дня, а затем отбыл с рабочим визитом в Грецию, откуда мэр полетел в Давос на Всемирный экономический форум. 29 января он снова ушел в отпуск с формулировкой «без сохранения заработной платы сроком на 7 календарных дней». 3 февраля одесские активисты провели в летнем театре акцию «40 дней без Труханова». Они принесли траурные букеты, пирожки, рюмку водки, накрытую куском хлеба, информирует Радио Свобода. 20 ноября 2017 года украинский блогер Иван Оберемко обратил внимание, что в реестр Федеральной налоговой службы Российской Федерации внесена информация о российском паспорте на имя Геннадий Леонидович Труханов, который родился 17 января 1965 года. Фамилия, имя, отчество и дата рождения этого гражданина Российской Федерации полностью совпадают с данным мэра Одессы. Хочу напомнить, что Труханов был избран городской головой Одессы в мае 2014 года. Субтитры создавал DimaTorzok